МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В телеграм-канале администрации Самарского района рассказывают, можно ли использовать господдержку для покупки жилья у родственников. Есть несколько видов господдержки для покупки жилья. Например, мат-капитал, субсидия в 450 тысяч рублей для многодетных или льготная ипотека. В некоторых случаях ее можно использовать и для покупки недвижимости у родственников. Вот что нужно учесть при таких сделках. При распоряжении мат-капиталом запрета на покупку жилья у родственников нет, но в результате сделки должны улучшаться жилищные условия семьи. При получении выплаты в 450 тысяч рублей использовать ее на погашение ипотеки для покупки жилья у родственников также не запрещено. Кредит может быть оформлен и на вторичное жилье. Выделять детям доли необязательно. Возможен выкуп последней доли в жилье, если заемщик становится собственником всей квартиры. А вот при покупке жилья у близких родственников использовать социальную выплату для молодых семей нельзя. При получении льготной ипотеки запрета нет, но в большинстве случаев кредит по сниженной ставке. Можно купить только новостройку или дом у юридического лица. А сделки с физлицами для этих программ не подходят. Имущественный вычет при покупке жилья у членов семьи и близких родственников не предоставляется. Близкие родственники – это супруги, дети, родители, братья и сестры. При покупке жилья у бабушки или дяди вычет получить можно. Специалисты Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Красноглинского района Самары совместно с сотрудниками отдела полиции номер 8, МЧС, отдела гражданской защиты, администрации провели рейд по неблагополучным семьям с целью предотвращения чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних. С родителями и другими законными представителями проведены профилактические беседы по вопросам угрозы выпадения из окон маленьких детей, пожаров и преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. Елена Рыжкова, руководитель управления информацией и аналитики администрации города Самара, сегодня в своем телеграм-канале подвела итоги фотоконкурса, который проходит каждую неделю. В нем участвуют фотографии, связанные с городом, на которых любимые места отдыха самарцев. Победителем прошлой недели стал легкий воздушный кадр под названием «Лето, солнце, благоустройство».